Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В нашей временной студии с вами Вадим Пачема. Сегодня в выпуске. Комфортная среда. С планами развития чебоксарских микрорайонов ознакомился глава республики. Дом, который построил... Хотел построить застройщик, но не достроил. Проблемные объекты столицы Чуваши посетили депутаты городского собрания. В здоровом теле здоровый дух. Утро активных чебоксарцев начинается на московской набережной. Игорь Комаров назначен полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Игорь Комаров родился в 1964 году в Энгельсе Саратовской области. Закончил экономический факультет МГУ. Работал на руководящих должностях. С января 2015 года по май 2018 Комаров занимал пост генерального директора госкорпорации «Роскосмос». С 11 июля он исполнял обязанности замминистра науки и высшего образования Российской Федерации. Напомним, ранее пост полпреда президента в ПФО занимал Михаил Бабич. В августе он был назначен послом России в Белоруссии. В республике продолжается рост объемов выдачи и потечных кредитов. Для игроков строительной отрасли это стабильные заказы на годы вперед. С планами развития столичных микрорайонов ознакомился глава Чувашии. Что диктует спрос на квартиры, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Этот парк облюбовали многие любители экстрима. Оборудованных по всем правилам площадок в столице региона не было. А ведь недавно скейтбординг вошел в программу Олимпиады. Глава республики одобрил идею спортсменов возвести на это месте специальный купол, чтобы тренироваться зимой. С вопросами к Михаилу Игнатьеву обратились и местные жители. Для маленьких детей-то садики будут, да. Вот мы с большим не можем проблему решить. В юго-западный относимся, возим туда по возможности. Ну вот второй год у меня получается садик уже не посещает, потому что с маленьким ребенком не могу через весь город по профилам. Эту проблему глава региона поручил взять на контроль властям столицы. Жители микрорайона нуждаются и в школе. Строительство планируют начать уже в этом году по госпрограмме. Ну мы просто чувствуем, что люди, которые проживают в Новом Городе, прописывают, да, прописывают не здесь для того, чтобы по прописке попасть в школу. Это стимулирует продажу квартир. Мы все это понимаем, да. Садик тоже, как бы сказать, стимулирует реализацию квартир. Уже это место, оно востребовано. Спрос на квартиры в Новом Городе определяет и рекультивация Пехтулинской свалки. С 2009 года здесь было введено более 30 домов. Для жителей оборудовали прогулочные бульвары, детские площадки, тренажеры. А скоро запустят и троллейбусную линию. Проживает порядка 5,5 тысяч, то есть у нас в месяц примерно прописывается где-то 110 человек. Рядом Волга, промышленности нет, экологически чистый воздух, тем более, когда ветер с той стороны. Это вообще же замечательно. Впрочем, освещающие рабочий визит главы и корреспонденты будни нового города могут описать не понаслышке. И сам район мне нравится. Я приехала, посмотрела, погуляла. Мне понравилось. Это отдельный такой случай. На другом конце города, в микрорайоне университет, жилые дома возводят за счет кредитов. Этот механизм пришел на смену долевым договорам. По новым правилам банки берут на себя 90% стоимости объекта. В следующем году будем сдавать больше, чем в этом году. В квадратных метрах, если взять сколько? В квадратных метрах взять. В этом году получается у нас 25, а в следующем году больше 40 получается. То проектное финансирование – это как контракт жизненного цикла имеется в виду, хотя это коммерческий договор? Да. Мы открываем проектное финансирование. Значит, банк нас открывает, значит, кредитную линию. 10% наше вложение должно быть, 10% в объеме. Это примерно цоколи первый этаж. На этом макете микрорайон как на ладони. В следующем году здесь возведут новую школу и детские сады. В планах на перспективу благоустройство парковой зоны, строительство объездной трассы и велодорожек. Вот это вопросы оздоровления и в летний период времени, и в зимний период времени. Полностью можем провести вместе с вами оценки соответствующие. В поле внимания главы и качества ремонта. Для жильцов необходимо создавать среду комфорта. Потолки ровные такие. Они наливные? Наливные, да. Они лучше вообще? Да, лучше. Михаил Игнатьев отметил, что строить дома выгодно из местного кирпича. Веский аргумент – энергоэффективность. Вот люди за одну комнатную квартиру, я сказал, дайте мне еще расчеты, жители подтверждают. Они платят зимой за квадратуру примерно 65-70 квадратных метров максимум 2000 рублей. В летний период времени 1000 рублей, говорят, даже не превышает, потому что отопление не работает, кроме горячей воды ничего не используют. Рабочая поездка стала поводом обсудить со строителями и перспективы. Глава региона отметил, что в ближайшие годы спрос на квартиры может вырасти в разы. Так выдавать ипотечные кредиты банки стали чаще. Проблем с земельными участками в республике нет. Если взять общую цифру, за последние годы мы переводили более чем 2150 гектаров земель сельхозназначения, другие категории земель. И если взять по объемам строительства, это 7 миллионов квадратных метров. По объемам строительства не менее, чем на 10 лет. По долевым договорам в республике сейчас возводят более 170 объектов. Ущемлять права дольщиков недопустимо. За срыв графика ввода дома последуют жесткие санкции, отметил глава региона. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Что именно горит? Первая школа. Ярмарка. Этим вопросом сегодня задавались горожане. Со стороны этих объектов поднимался столб черного дыма. Выяснилось, что пожар был в парке Локреевский лес, сообщает портал на связи. Горела одна из ограждающих конструкций полосы препятствий. Оперативные службы быстро сработали. Серьезный ущерб парку не нанесен. Дом готов, а въехать в него нельзя. В такой ситуации и сейчас так называемые долевики нескольких позиций. В проблеме разбирались представители постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города. Среди системных администраторов существует шутка. Надпись «Загружено» на 99% радует только первые два часа. У жителей, которые вложили деньги в долевое строительство позиции номер 83 по улице Калинина, история похожая. Только им не до смеха. Их дом почти готов уже несколько лет. Уже два года продолжается история со сдачей. Дом построен на 95%, но эти 5% оставшиеся никак не могут быть сданы. Я дочери подарила на свадьбу квартиру. Вот уже она второго ребенка, скоро родить на днях. Мы до сих пор не можем получить ключи. Загвоздка в маленьком участке земли рядом с домом, на котором генподрядчик построил трансформаторную подстанцию. Застройщик, город и Росреестр никак не могут договориться, законно ли землю предоставили в аренду. Пока подстанция не узаконена, в дом не могут подать электричество, а жильцы – получить ключи. Первоначально предоставленный земельный участок был предоставлен договором на 5 лет. Росреестр отказался регистрировать по непонятным для нас обстоятельствам. Обжаловалось в антимонопольную службу. Решение антимонопольной службы правомерно предоставлено участок. Суды могут тянуться еще годами, а проблему надо как-то решать, отметили представители комиссии горсобрания по градостроительству. Мы на свою комиссию депутатскую пригласим сотрудников прокуратуры, чтобы представители дольщиков, застройщика, чтобы вопрос как-то постараться решить мирным путем. На следующем объекте, позиции номер 18 по проспекту трактора строителей, застройщик вообще не явился на встречу с депутатами. Впрочем, узнать, кто это, нетрудно. Строители расписались на некогда красивом торце. За то время, пока, опять же, почти готовый дом стоял без жильцов, незабудки успели завянуть. Также здесь проблема с подключением к коммуникациям и не полностью готов фасад. Петр Первый всегда говорил, строить добротно, строить красиво, строить на века, значит, строить сильную, могучую, великую Россию. Поэтому строим, если строим, значит, развиваемся. Но здесь вот строим, никогда строить не можем. Сегодня мы видим, что даже нет строителей. На незданных объектах в микрорайоне Садовой строителей тоже нет. Зато есть жильцы. Кому-то приходится жить без лифта, кому-то без витражей на балконах. Задержки первоочередные зависят и от материалов тоже, и цены скачут. Вы сами понимаете, у нас и курс доллара. Цемент дорожает, металл дорожает. Покупали за 30, допустим, за 32. А на сегодняшний день он подскочил порядка под 50, наверное, уже за тонну. Со всеми застройщиками депутаты теперь будут общаться на заседаниях комиссии, куда заодно пригласят представителей надзорных органов. Возможно, тогда для долевиков в плане ожидания своих квартир эта осень станет последней. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Городской школьный поисковый отряд «Звезда» вернулся с учебно-тренировочной вахты памяти. Что нашли наши поисковики, узнавала Юлия Важенина. Они поднимают павших. Ни дождь, ни холод не могут остудить пыл юных поисковиков. Эти ребята работают в любых условиях. А все для того, чтобы найти останки солдат Советской Армии, их одежду и предметы. Поисковый отряд «Звезда» вернулся с 20-й международной учебно-тренировочной вахты памяти. В этом году она посвящена 30-летию поискового движения России. Мне на самом деле очень понравилось. С 9 до 10, например, у нас были учения, учеба была. Там нам рассказывали разные истории. Особенно запомнилась история о сожженных деревнях. Нам ее рассказывал сам ветеран, который выжил после того, как всех жителей деревни согнали в один дом и подожгли. И, возможно, он единственный, который донесет эти отглазки войны до нас. 63 отряда из 20 регионов нашей страны собрались в Темкинском районе Смоленской области. Каждый из ребят мечтал найти что-то, принадлежавшее бойцам. И у них это получилось. Есть вот саперная лопата советского бойца, также осколок снаряда, магазин Дегтярева, штык-нож от Мосина, винтовки Мосина, каска советского бойца, рубашка от РГД, разорванный снаряд, гильзы. В принципе, разорванный, тоже боеголовка от снаряда «Катюши». Но, пожалуй, самой ценной находкой стал медальон солдата. Его нашел поисковик Илья Николаев. На четвертый день мы пошли опять на раскопки днем. Мы начали копать в одном месте, где нашли звезду бойца нашего. И начали копать, расширяться. И мне удалось найти медальон. Как нашел я его, я сразу дал его взрослым. Взрослые сказали, что это медальон. Имя погибшего, год его рождения, воинское звание и даже группа крови – все это есть на специальном вкладыше внутри медальона. Сейчас медальон расшифровывают, чтобы после передать его родственникам-солдатам. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика. Команда детского технопарка «Кванториум» вернулась со всероссийской проектной смены, которая прошла в лагере «Артек». Наши ребята стали лучшими в трех номинациях. С победителями пообщалась наша съемочная группа. Как уменьшить загрязнение окружающей среды сточными водами? Карина Соломина и Егор Дмитриев, воспитанники «Кванториума», нашли решение. Они разработали модуль до очистки сточных вод. Причем не только на бумаге. Наш проект возможно реализовать, потому что мы делали уже саму базу МТЭ. То есть мы там представляли уже работающую модель ячейки, которая может работать. Но встроить септик мы, конечно, не можем в больших объемах. Но работающая ячейка есть. Запуск проекта в массовое производство пока невозможен из-за высокой стоимости компонентов, говорят ребята. Мы пытались найти какие-нибудь аналоги, которые помогут работать без этой мембраны. Мы пока в поисках. Ну, мы нашли, конечно, но... Это дальнейший проект, развитие проекта. Другие проекты, трэш-моб, развитие собственных компетенций, стенды для улучшения дорожно-транспортной обстановки. В качестве тренеров-наставников побывали и педагоги технопарка. Задачей наставников являлась помощь в разработке таких проектов, в их реализации, в реализации их идей. А также помощь в освоении основных навыков. Например, навыков командной работы. Тьютеры, которые являлись экспертами на данной сессии, отзывались о наших ребятах очень хорошо. Обновленная Московская набережная в Чебоксарах давно стала центром притяжения для людей, любящих отдыхать активно, использовать для здоровья. Какими видами спорта предпочитают заниматься горожане по утрам, выясняла наша съемочная группа. Велодорожки, открытые спортплощадки с турниками и волейбольные зоны доступны всегда. Сюда приходят, чтобы позаниматься скандинавской ходьбой, бегом, йогой, прокатиться на велосипеде или на роликах. Многие начинают свое утро именно здесь. Мы каждое утро с супругой месяцей Николаевны ходим здесь по заливу. Грех не ходить. Сознаны такие условия. Это как бесплатный стадион. Это как у нас семейный спорт называется. В то же время мы проводим уже рабочие планерки, обсуждаем все наши дела. Потому что часто бывает, что времени на это не хватает. А тут и приятно, и полезно. На самом деле, такое утро нам много дает позитивного для жизни. И, конечно же, я всем рекомендую начинать утро именно так. Мы в восхищении этими дорожками и восхищении этой набережной. И, конечно же, здесь сейчас тоже наши много друзей приходят. И мы встречаемся каждое утро. Здороваемся, заряжаем друг друга энергией, позитивом, хорошим настроением. Вот эта дорога, которую в этом году построили, мы это ждали 30 лет. Без малого 30 лет. На самом деле, со времен советской власти практически здесь ничего не было построено. Потому что все заброшено. И большую благодарность, на самом деле, мы хотели бы выразить не от себя лично, а от всех спортсменов. То есть главе Чувашской республики Игнатию Михайловичу, который, на самом деле, конечно, каждый день он с нами катается. Вот, на самом деле, это счастье нам по Волге. Глава Чувашии также начинает свое утро с тренировки на Московской набережной. Чаще всего его можно увидеть на велосипеде, а в последнее время глава региона перешел на лыжи-роллеры. Здорово в теле, здоровый дух! Слава! Ребителям спорта Чувашии! Ура! Такой комфортной набережной стало совсем недавно. В 2016 году началась ее реконструкция. Программа по благоустройству включает четыре этапа. До 1 ноября 1900 метров еще должна заработать. Деньги все выделены, они не осваивают. Отлично. Конституционный контракт подписан, соответственно, мне в прошлый раз говорят, что мы не финансируем. Финансирование все открыто. Бюджетные, вложенные деньги должны давать результат. Это долголетие, это здоровье каждого человека, любого человека. Одно из самых любимых мест на набережной – родник. Его благоустройством занимались активные чебоксарцы. Это чудесное место для себя я открыл уже очень давно, больше 15 лет. Я хожу сюда на этот родник. Сперва я приходил, приносил с собой сам три ведра. Потом начали подтягиваться люди. Это место, мы к нему относимся с любовью, стараемся его тоже благоустраивать, чистить мусор. Летом к роднику даже выстраивается очередь. После обливания чувствуешь себя воодушевленным. Усталость уходит, появляется радость. День начат и с обливания или с купания в купеле играет другими красками. А мы здесь еще и бегаем, мы здесь бегаем по утрам. У нас группа бегающих предпринимателей. Мы бегаем по вторникам и пятницам. Встречаемся в 6.15 у мужского монастыря. Так что любой желающий может прийти, присоединиться, побегать с нами. Может потом облиться. И таких, как Евгений, в Чувашии становится все больше. Своё счастье на Волге нашли уже тысячи чебоксарцев. И это далеко не предел. Галина Титарчук, Бахтияр Велеев, Андрей Шоклев, Республика. Кстати, всех любителей бега в эти выходные приглашают принять участие в юбилейной эстафете газеты «Советская Чувашия». В этом году одни из старейших спортивных соревнований Республики пройдут в 80-й раз. В ней традиционно принимают участие легкоатлеты со всей Республики, среди которых и представители органов власти, именитые спортсмены, журналисты и студенты столичных вузов и техникумов. Начало соревнований в 10 утра. Приглашаются все желающие. Место проведения – стадион Олимпийский. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных.